Всем привет! С вами Месопаш. Сегодня речь пойдёт о крепости. Босс-крепость – одна из самых сложных в игре. Но возможно ли с ней очень быстро справиться? Оказывается, возможно, даже на сверхвысоком уровне и за несколько секунд при удачном раскладе. И сегодня я вам это покажу. Плюс дам ряд новеньких советов, о которых не говорила в моём раннем видео о крепости. Но то видео я также советую посмотреть. Там честный способ. И повторять всё сказанное я уже не буду. Ссылка на него будет в описании. Если вы смотрели моё видео по бойцовским кругам, то уже знаете, что в бою с тренером можно заранее поставить ловушки, которые в начале боя нанесут ему урон, что очень облегчит задачу. Но для крепости такой способ не работал. Ловушки ещё до боя взрывались. Но недавно мне подсказали, куда поставить ловушки, чтобы они успели нанести урон крепости. Я проверила, и действительно способ работает. Не очень стабильно, но дальше я расскажу о нюансах. Итак, если поставить ловушки в месте появления крепости, то они успеют нанести урон при взрыве. А она появляется там, где заметны неровности на песке. И это не самый центр арены. Точное место их установки очень заметно уже после боя. Там вы видите отбитую броню. Установить можно разные ловушки, но взрывные почему-то, как правило, не срабатывают. А вот стихийные наносят урон и стихийный эффект. Лучше всего поставить кислотные ловушки. Тогда даже если урон будет невелик, крепость лишится брони из-за действия кислоты. И последующий урон будет выше. А вот водяные, электрические ловушки броню не повреждают, хотя урон наносят. Причем электрические поменьше с учетом устойчивости крепости к электричеству, но парализовать ее могут. Количество ловушек лучше подбирать с учетом сложности. Это важно, если взрывом ловушек крепости снесет все здоровье, то она его тут же восстановит. И кроме стихийного эффекта вы ничего не получите. Поэтому 8 элитных ловушек лучше ставить только для сверхвысокого уровня, и то может выйти осечка с превышением урона. По моим прикидкам, ХП у крепости на этом уровне по 3700-3750, а 8 ловушек это в сумме урон на 4800. Но, как правило, урона все-таки не хватает. На очень высоком уровне ХП крепости примерно 2700, а на нормальном около 1600. Поэтому ловушек нужно ставить меньше. Для нормального я ставила всего 6. Кстати, чтобы поставить 8 ловушек, нужно, чтобы уровень навыка лимит ловушек был четвертого уровня, то есть освоены оба навыка в древе навыков, плюс с уровнем плюс 2 в броне или еде. Это филе по кузнечному и похлебка из огнеклыка продаются во многих поселениях, в том числе в скрижете горы. С едой добавляется даже плюс 3 уровня, то есть достаточно освоить один навык из двух или иметь в броне плюс один. А теперь уже моя фишка, на которую вы, наверное, уже обратили внимание. Во время боя не получится использовать прилив отваги, даже если отвага есть или накопилась в бою. А если использовать прилив отваги перед боем, то он тут же исчезает после начала битвы. Но если все-таки перед боем использовать прилив отваги, специалист по ловушкам третьего уровня, то мины и остаются. И если крепость на них натыкается, то это добавляет урон. Если она в броне, то урон не столь велик, начинается от ста. А если броня разрушена, например, кислотой, это как взрыв резонатора при попадании в голову. Может очень помочь, если к крепости будет нанесен недостаточный урон ловушками. В общем, рекомендую. И еще несколько новых советов. До боя можно пополнить максимум здоровья, это повысит шанс выживания. Можно просто выпить сильное целебное зелье, это повысит максимум на 50%. Но обратите внимание, при четвертом уровне навыка эффективность зелий. Это можно сделать с помощью еды, у которой есть свойства с повышением максимума, причем больше из фиолетовой категории еды, не важно какой. В бою эффект еды, по моим наблюдениям, не работает, но зато может повысить максимум здоровья уже на 75%. Но больше всего можно повысить максимум, если до боя убить машину бесшумной атакой, с навыком лечения бесшумной атакой. При четвертом уровне навыка повышение составит 85%. Можно здоровье пополнить в середине боя. Если, например, вы прилетели на арену на светокрылий, и он продолжает летать над ареной, то тогда за него можно зацепиться во время боя и недалеко отлететь от арены. Сорвать лечебные травы или забрать из сундука у хижины крепости, если вы это не сделали ранее. Травы также есть в районе нарокопов и ленторогов. Дальше улетать не стоит, иначе бой продолжить не удастся. А если убить машину бесшумной атакой, например, одного из нарокопов или ленторогов, то здоровье восстановится на 45%. То есть навыки в древе во время боя работают. Как минимум, лечение бесшумной атакой. А если собрать все ресурсы с машин и древесник, то и стрелы можно изготовить. После этого можно возвращаться на арену и продолжать бой. Но обращая внимание, что если улететь дальше, например, к ближайшему убежищу, то бой продолжить не получится, а вы свое снаряжение потеряете. В хранилище все равно будет пусто. Ну и в конце концов, можно быстрее зарядить копье, если удерживать арт-2 и нажимать кружок. При этом анимации меньше, хотя тут еще нужно постараться не попасть под удары или стрелы крепости. На этом на сегодня все. Смотрите другие мои видео, в том числе на одноименных каналах на Дзене, Рутюбе, Ютюбе и Телеграм-канале. Но не забудьте оценить мой труд лайком и подпиской. Удачи вам с крепостью!